На этом чемпионате мира я работаю телекомментатором для телеканала БСТ, ведущего телеканала Башкирии. Это для меня премьера, это для меня дебют в таком качестве именно в Башкирии. Так что я волнуюсь, как и положено всем дебютантам. Понятно. Все вас знают, как великолепного ведущего шоу, работающего на стадионе, поддерживающий интерес болельщиков к биатлонам. В чем принципиальная разница той работы, которой вы занимались раньше, только с информацистами, чемпионатами, и сейчас в Уфе? Это абсолютно разные виды деятельности работы, хотя внешне они очень похожи. И поэтому, если сравнивать, то, наверное, это будет не совсем правильно, даже совсем неправильно. Но это все равно, что сравнивать, я не знаю, допустим, хоккей с лыжными гонками. Но это зимние виды спорта, однако ничего общего между собой не имеющими. Наверное, и в данном случае аналогии будут не совсем объективными. У той и другой работы есть очень специфические свои особенности. Ну и повторюсь, я в последнее время не очень часто телевизионной практикой занимаюсь, поэтому немножко, можно сказать, ее подзабыл. Поэтому возобновить в новом качестве мне интересно. То есть это такой маленький вызов, тем более, что здесь своя аудитория и знающая биатлон по-своему. И угодить этой аудитории с первого раза, конечно, непросто, но во всяком случае это и есть тот самый челлендж, вызов, который мне интересен. А что касается работы с аудиторией на стадионе, со зрителями, с трибунами, то я пригласил сюда, ну, скажем так, своего ученика, последователя. Его тоже, кстати, зовут Андрей, Андрей Арих. У него не так много, наверное, опыта работы с большой аудиторией на больших таких форумах, турнирах. Ну, я знаю, он профессионал в своем деле, может быть, не пока в таких больших масштабах, но, в конце концов, нужно готовить и смену, чем я и одновременно занимаюсь. Отлично. Вот принципиальная разница все-таки летнего и зимнего биатлона с точки зрения вас, как вот, вы все-таки много виделись, много знаете. Главное отличие все-таки, ну, понятно, что время года и так далее, снег, асфальт, ролик, лыжи. Есть ли тут прям такое, что вот четко определяет биатлонную гонку летнюю, а биатлонную гонку зимнюю? Летний биатлон только на стадии становления, даже на стадии, я бы сказал, рождения. Ведь, по сути дела, здесь только третий сейчас в Уфе чемпионат по летнему биатлону, проводящийся только на лыжероллерах. До этого были смешанные эстафеты, смешанные состязания, смешанные я имею в виду и кроссовые, и роллерные, а еще раньше исключительно только беговые и кроссовые. То есть, по сути дела, пока летний биатлон ищет себя. И резервы у него большие, я в этом не сомневаюсь. Ну, во-первых, собрать большую аудиторию летом, ну, намного проще, чем зимой, в силу, понятно, климатических погодных условий. Во-вторых, лыжероллеры, ну, предоставляют возможность поискать другие форматы соревнований, правила попробовать иные. То есть, это можно летний биатлон рассматривать еще и как экспериментальную площадку для зимнего биатлона. Я думаю, что Международная Федерация по биатлону пока не очень много должного внимания дает именно летним соревнованиям по одной простой причине. Потому что зимой биатлон и без того, ну, что называется в шоколаде, без того интересен, без того привлекателен и популярен. Но это временное явление, и я убежден, через годик-другой, когда начнут снижаться или стабилизироваться телевизионные рейтинги, интерес зрителей к биатлону, а это неизбежно будет, в этом нет сомнений. Точно так же, как и вдруг неожиданно, в какой-то степени неожиданно, рост популярности биатлона просто подскочил. И вот тогда руководители задумаются, руководители IBU Международного биатлонного союза, как все-таки действительно совершенствовать формулу соревнований, методы и организационные какие-то структурные особенности, какую-то новизну, какую-то креативность начнут искать. И вот здесь, я уверен, летний биатлон – одно из тех направлений, куда руководители, чиновники IBU Международного союза биатлонистов направят свой взор. Во-первых, на роллерах очень легко регулировать скорость и передвижение. Есть быстрые роллеры, есть медленные. Роллеры еще чем интересны? Тем, что сейчас при нынешних правилах проведения этих соревнований спортсмены фактически в одинаковых условиях. Здесь нет сервисеров, здесь не на кого жаловаться, если у тебя плохо зимой лыжи катят или наоборот хорошо хвалить сервис группы. Здесь всем спортсменам выдают одинаковые практически лыжероллеры, и они изначально в одинаковых условиях. То есть в этом действительно объективность некой роллерной подготовки. Ну и на роллерах не так уж и меньше лыжники-биатлонисты проводят времени, чем зимой на лыжах. Это основное средство подготовки, и достаточно оно тоже объективно отражает готовность спортсменов, их соотношение сил. И еще один аспект, мне кажется, ну на мой взгляд, должен привлекать в гонках на лыжероллерах зрителей в первую очередь, и в меньшей степени организаторов соревнований, спортсменов, тренеров. Это экстремальность. Действительно упасть на асфальт, это больно, это очень травмоопасно, но это зрителя. Почему ходят на бокс? Да потому что морду там бьют, потому что кровь брыщет по сторонам. Почему ходят в цирк? Потому что это опасно смотреть на то, как люди рискуют своей жизнью. Вот я думаю, что в какой-то степени летний биатлон по своей экстремальности приближается к подобного рода опасной активности, опасной деятельности. Ну а что такое биатлон, как и весь спорт? Это шоу, и я убежден, что спортсмены, во всяком случае ведущие звезды себя воспринимают как, ну не как шоуменами, а как спартанцами, если хотите, на которых ходят зрители и требуют от них красивого, непредсказуемого, эмоционального, яркого шоу. Так что вот в этой части, в части увеличения травмоопасности, я говорю, может быть, на первый взгляд бредовые и какие-то, ну может быть, непонятные вещи, но я вижу, по каким законам развивается спорт, по законам шоу-бизнеса. И в летнем биатлоне есть в этом смысле перспективы и резервы. Ну, я уж не говорю про глобальное потепление, а если оно наступит, то летнему биатлону просто дорога открыта самым широким образом.